Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН. Раннее утро, а разработчики уже добавили нам рейтинговый спринт. Это мини-ивент, который пройдет абсолютно любой танкист, даже ленивый. Что из него можно забрать и что необходимо сделать для того, чтобы пройти полностью, сейчас кратенько обсудим. Вот здесь наверху, там где у вас идет плеяда, там же у вас и появится рейтинговый спринт. Если у вас обновление картинки не происходит, то у вас вот здесь должно быть красное обозначение того, что добавило что-то новенькое. Заходите в плеяду, переключаете здесь с левой стороны в рейтинговый спринт и видите новый мини-ивент. Что он собой представляет? Играть необходимо в рейтинговых боях. Я буду считать на примере Золотой Лиги, потому что в Золотой Лиге находится большинство игроков, которые игроки средней руки. Я бы сказал игроки, у которых статистика где-то от 47 до 55%. Короче говоря, если вы играете средняком, то Золотая Лига скорее всего для вас. Ну, максимум, максимум, куда вы можете опуститься, это Серебряная Лига. Там будет немножечко меньше наград за каждый бой, но в целом давайте будем считать все-таки по Золотой. Потому что выше есть еще Платиновая, а там еще Бриллиантовая. Ну и честно говоря, мне смешно было слушать про то, как один из ютюберов сказал по поводу того, что если вы играете в Бриллиантовой Лиге, то вам это пройти абсолютно легко. Ну да, действительно, у нас же тысячи игроков играют в Бриллиантовой Лиге и играются супер-киберспортсменами и великолепными статистами. Короче говоря, ребят, в Золотой Лиге играя, вы будете за каждый бой получать 16 вот этих вот счетов, да, или как их правильно назвать. Короче говоря, вот эти вот условные единицы вы будете получать в любом случае, вне зависимости от того, победили вы или проиграли. Если вы все-таки победили, то вы будете дополнительно получать еще 5. Я в среднем посчитал, если вы будете играть с вероятностью побед и поражений 50 на 50, то есть 50% побед, 50% проигрышей, то среднее у вас будет получаться в районе 18,5. Но для ровного счета я взял 18 условных единиц за каждый бой в рейтинговом бою. Единственное, что стоит отметить, что для того, чтобы начать собирать вот эти вот условные единицы, если вы не играли в рейтинговые бои в последнее время, вам необходимо сыграть 10 калибровочных боев. И здесь действительно необходимо приложить немножко руку для того, чтобы попасть именно в Золотую Лигу хотя бы. Если попадете в Платиновую, то здесь будете получать на одну условную единицу больше. Но поверьте мне, особо это на математику не повлияет в количестве боев, которые необходимо отыгрывать в день, для того, чтобы пройти полностью весь этот ивент. Всего ивент будет длиться 10 дней. И пройти его, как я уже сказал, сможет даже самый ленивый танкист. Что вы за это получите? Ну, я думаю, вы сами сможете с этим ознакомиться. Я для себя прикинул, просто на калькуляторе здесь будет 16 тысяч свободного опыта. Здесь будет 910 осколков фортиума, что я считаю довольно-таки неплохо, потому что особо потеть не придется. Вы заберете себе довольно-таки интересный внешний вид для какой-нибудь машинки. Внешний вид абсолютно универсальный. Можете надеть на любую тачку, которую вам захочется. Плюс к тому, вы сможете вот здесь, набрав 740 условных вот этих единиц, забрать себе обвес, который выглядит следующим образом. Это обвес, который показывает ваш уровень в рейтинге. Такой себе меч, встромленный в башню вашего танка. Ну и сверху высвечивается щит определенного цвета, определенного внешнего вида, говорящего в какой конкретной лиге в рейтинге вы играете. Ну а если вас интересует пройти полностью все, то необходимо собрать 965 условных единиц. И здесь, ребят, вы можете открыть себе рейтинговый контейнер. Всего его открыть можно 10 раз. Внутри контейнера серебро, не очень много, но пусть будет. Есть тот же самый обвес, есть тот же самый внешний вид, бустеры и еще один камо. Рейтинговая удача, который выглядит вот так и в целом я считаю, что довольно-таки неплохо. Он является анимированным, не сильно пестрый, но довольно-таки симпатичный. Если вы хотите открыть еще несколько раз данные контейнеры, то на каждый из этих контейнеров вам необходимо будет заработать еще по 225 вот таких вот условных единичек рейтинговых боев. Что вот это вот все представляет собой в количестве боев в день для того, чтобы пройти полностью весь ивент и один раз открыть этот рейтинговый контейнер. Суммарно вам необходимо будет играть каждый день по, грубо говоря, 5-6 боев. И в таком случае вы проходите один раз всю эту цепочку. Учтите, 5-6 боев плюс 10 боев в первый день для того, чтобы занять определенную лигу, точнее попасть в определенную лигу. Ну и, соответственно, с вот этого момента начнется начисление. Если вы хотите открыть себе несколько раз этот рейтинговый контейнер, то вам после того, как вы закроете всю цепочку и один раз его откроете, как я уже говорил, необходимо будет набрать 225 условных вот этих вот единиц. Что это такое? Это от 12 до 13 боев. Поэтому, друзья, я думаю, что как минимум один раз вот это вот все откроет каждый из нас. Как я уже сказал, 5-6 боев каждый день, не считая калибровочных 10 боев первых, мне кажется, это абсолютно-таки несложная задача. Я лично планирую пройти полностью хотя бы один раз, ну а там уже дальше видно будет, буду еще катать в рейтинговых боях или нет. Ну а вы, ребят, пишите обязательно свое мнение по поводу данного ивента, ставьте лайк данному видео, если оно было вам полезно, а я надеюсь, я был вам полезен. Ну и обязательно прямо сейчас подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующий видос. Впереди еще очень много всего интересного, новые танки, на которые уже готовы обзоры и они выйдут, как только машины будут появляться в игре. Буквально через минуту-две после появления танка в игре вы уже можете заходить ко мне на канал и смотреть на новую машину обзор. Побежал снимать специально для вас, ну а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok